приветствую вас дорогие друзья и сегодня у нас релаксационное видео это будет зеленая подборка здесь будут зеленые тени причем не только палетки но и разные например пигменты да рассыпчатые пигменты разных брендов я вам покажу мы с вами вдоволь насладимся разными зеленушками а также будут еще и лаки для ногтей кстати обратите внимание на мою лаковую новинку это недавняя новинка массу называется разноцветная пружинка кто подписан на телеграм тот уже в курсе моего маникюра я там уже показывал этот яркий неончик со слюдой кстати подписывайтесь на телеграм для того чтобы узнавать о всяких там лачках и маникюр чеках моих побыстрее а вот и сам прекрасный лак разноцветная пружинка я его кстати покупала на яндекс маркете поэтому если вдруг вам необходимо то я оставлю ссылку на яндекс маркет где вы можете приобрести кстати в телеграме я сравнивала разноцветную пружинку с лаками пикник в любимом парке и также райский сад они довольно похожи если присмотреться конечно разноцветная пружинка чуть-чуть поярче и попрохладнее хотя на камеру знаете я смотрю сейчас в монитор камеры и кажется что блин они одинаковые что я показываю одни и те же лайки но на самом деле например ула карайский сад вот этот у него другая слюда более теплая на мультихроп на здесь явные золотые такие оранжевые закатные переливы в этом лаке большое количество глиттера разного размера ну а этот лак соответственно тоже слюдой но слюда у него другая более прохладного цвета который иногда переливается каким-то синим голубоватым и зеленовато изумрудным цветом ну как видите у меня вообще тут все в зеленом цвете и маникюр и листочки и прожектора даже включилась зеленым оттенком для того чтобы создать эту зеленую атмосферу и вы обратили внимание на вот эту штуку это мой новый увлажнитель воздуха я угрела свой старый увлажнитель который был очень шумным и некрасивым а этот очень классный ну конечно объем его очень маленький но я когда на яндекс маркете кстати выбирала лачки и косметику увидела вот этот он наполовину увлажнитель наполовину арома диффузор короче говоря здесь есть подсветка разных цветов я сейчас включила зеленую но есть также красный других оттенков и как бы вот это вот все подсвечивается весь вот этот как бы дымок до пар подсвечивается оттенком подсветки ну круче всего красный знаете он прям как огонь становится в общем тоже ссылку оставлю в описании очень прикольная вещь вообще видите такой дымок идет вообще прелестно просто прелестно кстати подсветка довольно таки ярко горит но учитывая что у меня все сейчас залито зеленым светом цветом поэтому она не особо видно короче ссылочку на яндекс маркет оставлю в описании ну а теперь давайте мы с вами приступим к релаксации начнем с пигментов кстати для того чтобы вы уж точно соблазнились на просмотр этого видео до конца здесь я покажу не только пигменты и палетки но и будут и жидкие тени зеленых тонов я знаю что многие очень любят именно этот формат теней начнем мы с вами стами тонука первый пигмент зеленый называется смотритель солнечного перелеска это прекраснейший зеленый оттенок искрящийся кстати когда-то у меня был обзор на зеленушечки тонуки ссылочку я оставлю в описании там я в образе дракона вот он смотритель солнечного перелеска прекрасный зеленый оттенок когда на него падает ярко электрическое освещение он действительно искрится какими-то солнечными искорками в нем не самый мелкий помыл шиммера но благодаря этому он выдает супер мега искры супер мега солнечный блеск как будто знаете зеленая трава в лесу усеяна каким-то ярким фейским шиммером чуть-чуть попозже я вам покажу сводчи скажите же красота вот смотришь на всякие зеленушки сразу расслабляешься отвлекаешься нереальная красотулька это эссенция светлячков вот вы сейчас на нее смотрите и думать и наташа что с тобой такое где зеленый оттенок он же белый на самом деле в этом оттенке супер мелкого помола светло зеленый красивейший искрящийся шиммер наверное когда я покажу вам сводч в их полной мере оцените эти зеленоватые переливы но кстати на ободке вот этой баночки вы уже можете заметить как искрится таким салатовым оттенком в общем вы оцените на сводчи насколько красиво эссенция светлячков прекраснейший оттенок трикстер светло зеленый такой салатовый искрящийся он тоже прекрасен и на коже естественно он проявляется большим оттенком зеленого прекрасными переливами и искрами в общем вот эти три оттенка от тайме которые имеют либо зеленый шиммер либо зеленую основу я вам рекомендую к покупке это потрясающе красивые пигменты и если вы любите зеленые оттенки я вам советую присмотреться к ним а сейчас я вам покажу сводчи этих оттенков и так давайте полюбуемся на прекраснейшие сводчи тами тонука слева направо смотритель солнечного перелеска потом эссенция светлячков и трикстер кстати хочу сказать что конечно в этом видео не смогу показать все свои зеленые пигменты палетки также зеленые лаки потому что видео в этом случае растянется на огромные часы нам бы наверняка этого не хотелось потому что это будет уже не релакс а мучение поэтому я покажу самое может быть красивое хотя я очень долго мучилась при выборе всей этой красоты посмотрите как прекрасен смотритель солнечного перелеска как прекрасно эссенция светлячков кстати сейчас на видео она больше дает каким-то розовым хотя в жизни больше дает зелененького и как прекрасен и и гриф трикстер это просто прелестнейшие пигменты которые подарят настроение зеленое релаксационное настроение ну что с пигментами там и тонука кое-какими зелененькими мы с вами разобрались давайте теперь перейдем к пигментам ашера ну что ж продолжим теперь с пигментами ашера прекраснейший голографик джунгли ваша вообще просто потрясающие голографики я надеюсь что у этого бренда ближайшее время появится разное количество оттенков таких голографиков они просто нереально красивые вы только оцените эту роскошь эти переливы как сверкают просто голографические частички дикие джунгли это что-то нереальное у меня вообще много любимчиков у ашера и у них довольно много уже имеется зеленых оттенков но опять-таки пришлось поужаться для того чтобы не растянуть это видео надолго в общем посмотрите как в расфокусе сияют голографические частицы это просто нереально камера не передает всей красоты поэтому вот это вот зрелище сразу умножайте на два обожаемый мной оттенок сандал конечно здесь баночка слишком глубокая поэтому плоховато видно но потом на сочи вы оцените хотя я также по моему в каком-то из видео уже показывала сандал я очень хотела приобрести этот оттенок это просто хит у бренда его постоянно раскупают дальше оттенок эдем это не совсем зеленый естественно оттенок у него база не зеленая здесь потрясающий яркий искрящийся зеленый шиммер вы только посмотрите когда на расфокусе показываются все эти зеленые искорки знаете это как рыжая лисичка зелеными глазками просто прекрасен на своче я думаю вы восторгнетесь этим оттенком лесная фея в этом оттенке конечно уже частички шиммера уже больше похоже на мелкий глиттер это также очень красивый яркий травяной прохладный оттенок вот действительно это оттенок темной насыщенной листвы которые можно увидеть в лесу пожалуй даже не в рассветный час а больше в сумерках очень красивый оттенок я бы сказала он больше даже вечерний из-за тех крупных частичек которые искрятся в этом оттенке и так вот они роскошные зеленые сводчи слева направо дикие джунгли сандал эдем и лесная фея это просто прекрасное зрелище согласитесь вот сейчас как раз таки можете оценить какой шикарный зеленый отлив дает эдем роскошная голографика у диких джунглей вы только посмотрите как сияет на коже великолепный необычный оттенок сандал также прекраснейший яркий эдем и лесная фея это прекраснейшие представители зеленых пигментов конечно хотелось бы показать вам больше но увы не располагаем таким количеством времени я вообще надеюсь что это зеленое видео принесет вам только хорошее настроение вы расслабитесь получите позитивные эмоции ну что ж мы с вами посмотрели немножечко на пигменты теперь посмотрим на зеленые палетки палетка beauty bay wildness я ее просто обожаю у нее потрясающее оформление у нее потрясающие оттенки конечно она не полностью зеленые но здесь много зеленых или около зеленых оттенков полюбуйтесь на красотку wildness оттенок ray казалось бы он такой светло-бежевый шампанское но в нем есть много зеленого шиммеры такой явный до хром чик зеленоватый также матовые оттенки зеленоватые оттенок мозг классно зеленые потрясающие матовый эвкалиптус и лифт оттенок лайм сейчас мы с вами посвотчим все эти красотульки и так оттенок рэй видите у него явный зеленый отлив оттенок бриз это мятно-бирюзовый зеленый оттенок мозг посмотрите какая пигментация я вообще не устаю восхищаться пигментацией этой палетки также другой синей палетки которые я часто использую с пигментами вот этот потрясающий оттенок лайм вы только посмотрите на эту красоту у меня еще остался этот пальчик не использованный давайте оттенок олив матовый вы только гляньте какая прелесть какая красота сейчас мы с вами сделаем сводчики посмотрите как здорово они сводчатся просто фольгированные оттенки сияющие но разве это не прелесть просто прелесть я обожаю эту палетку и если у вас есть возможность ее сейчас приобрести потому что с этим проблемки бьете бы отказывается доставлять в россию то я вам все-таки рекомендовала бы прикупить ее возможно через перекупщиков это также возможно сделать хотя другой стороны спешить то совсем не стоит потому что дальше вас ждут не менее классные зеленые палеточки еще одна забугорная красотка это color pop high society тоже классная зеленая палеточка здесь есть оттенок он наполовину матовый но он имеет большое количество шиммера то есть это не совсем стандартный оттенок скажем сияющий это оттенок сатиновый это чуть более яркий два матовых очень неплохая пигментация у этой палетки вот посмотрите оттенок fanfave это как бы матовый с большим количеством вкраплений шиммера то есть у него формула не такая как у обычных сияющих оттенков также здесь есть более прохладные зеленый оттенок с каким-то серебром лаймовый оттенок два симпатичных матовых давайте сделаем сводчи вот можете оценить воочию какова пигментация этой палетки просто все замечательно просто прекрасно и так релаксационные сводчи в студию посмотрите как прикольно смотрится этот матовый с шиммером он прям так искрится этот шиммер иногда хочется оттенков в подобной формуле когда надоедают сатин или просто какие-то фольгированные сияшки и такие искорки создают особое настроение в целом мне эта палетка всегда нравилась и не было никогда желания от нее избавиться дальше знаменитая смог сэшенс от мэлт это мне кажется одна из самых популярных палеток у бренда по крайней мере мне кажется что большинство уж слышали и видели хоть раз эту палетку на ю тубе конечно я не скажу что она прям супер зеленая потому что здесь у нас более бронзовые оттенки но они также имеют какой-то зеленоватый подтон здесь оттенок оливковый здесь оттенок больше какой-то прохладный но в любом случае все они так или иначе имеют отношение к зеленому цвету давайте полюбуемся поближе на эту красивую палетку мне она очень нравится конечно не могу сказать что я супер часто ей пользуюсь потому что элементарно у меня много палеток но тем не менее я всегда рада вспомнить о ней всегда рада воспользоваться или даже просто посвочить роскошная пигментация конечно формула этой палетки значительно отличается от палеток которые я буду показывать дальше от палеток которые я уже показала здесь формула чуть более наверное рыхловатая но тем не менее посмотрите на пигментацию это не влияет и на нанесение оттенков в принципе также давайте сделаем сводчи посмотрите палетки уже наверное года три но тем не менее она не утратила своих свойств не потеряла в качестве оттенки все также красивый и у них все такие же технические характеристики казалось бы ну в принципе когда они вместе на сводчах где тут зеленый первые оттенки вообще кажутся какими-то золотыми но на самом деле все таки какой-то зеленый оттенок потом в них имеется в каждом из них дальше моя бюджетная находка моя бюджетная прелесть палетка которую я когда-то купила в подружке это бренд айскрим палетка фрок я вам ее часто рекомендовала за те деньги которые она стоила я уже не помню ну наверное рублей 500 может быть у нее нереально крутая пигментация и нереально крутое качество в ней есть и матовые оттенки и сияшки также присутствует глиттер давайте посвочим эту красотульку посмотрите каков красавчик также здесь классные матовые посмотрите насколько он красив сияшки вот этот просто какой-то нереальный просто фольга на пальчике ну и не знаю давайте глиттер что ли посвочим кстати глиттер здесь на удивление мягенький и по моему в обзоре я тоже об этом говорила для бюджетных палеток это большая редкость когда глиттер у них мягкий не жесткий довольно приятный обожаю эту палетку мне кажется вообще в ней айскрим сделали все невозможное поместили приятный глиттер хорошие матовые оттенки классные сияшки все это в неплохую весьма симпатичную упаковку и за небольшие деньги что доступно всем насколько я знаю эту палетку все еще можно купить по крайней мере я ее даже как-то видела онлайн то ли на яндекс маркете то ли в подружке в общем если вдруг вы захотели эту палетку возможно вам повезет и вы сможете ее себе приобрести я ее просто обожаю мне кажется это достойная вещь которая стоит дешевле чем могла бы потому что качество значительно превышает ее цену вот такая вот малышка лягушечка которой я безмерно довольна кстати напишите у кого есть это лягушечка как часто вы ей пользуетесь еще одна бюджетная красотулька с нереальной пигментацией у меня как-то был обзор где показывала три палетки это кстати палетка номер три и все они классного качества матовые в них не очень сразу хочу сказать но сияшки потрясающе пигментированы но у них есть определенные моментики с текстурой то есть например если века возрастное сильно текстурная может это подчеркнуть поэтому нужно учитывать но в любом случае вы можете во вкладке видео найти этот обзор но эта палетка стоит рублей 300 за 300 рублей но это просто шик и блеск посмотрите какие здесь симпатичные зеленушечки есть конечно есть и другие оттенки которые тоже круто пигментированы классно смотрится если вдруг вы не смотрели то видео и не верите мне я прямо сейчас докажу вам какая классная пигментация у этой палетки кстати этой палетки тоже уже наверное года два может быть даже три и она пока еще неплохо держится за свои деньги конечно когда она была новая в первый год она была еще мягче еще лучше но тем не менее пока что вот прошло два может быть три года вот честно я уже начинаю забывать сколько времени прошло пигментация у нее остается очень даже классный посмотрите как растянулся этот оттенок так что за 300 рублей на валберис это будет весьма выгодная покупка если вдруг вы все-таки решитесь но изначально я вам советую посмотреть тот обзор который я делала на ютубе чтобы решить потому что свойства этих сияшек могут некоторых разочаровать говоря про зеленые оттенки про зеленые палетки невозможно не упомянуть палетку тамми игривая травяная змейка это перевыпуск палетки первой версии у меня нет но не знаю как была первая версия в плане качества это просто роскошная палетка замечательно держится рефилы без всяких сюрпризов как это было изначально волки лунного затмения она бесспорно красиво шикарно красивая подборка зеленых оттенков зеленый с голографии яркий зеленый чуть более светлый салатовый оттенок матовые потемнее посветлее более оливковый также темный сатиновый оттенок это просто прелестная зеленая палетка давайте мы также ее посвочем с вами мягкие рефильчики совсем не изменились со временем ой вы только посмотрите как ярко как красиво ой вот этот оттенок это просто что-то с чем-то это какой-то дуахром мультихром я не знаю он переливается и изумрудным и другим оттенком зеленого и даже какие-то синелетовые переливы появляются ой просто шикарно давайте посвочим эту красоту эту травяную шикарную змейку в общем это одна из самых красивых зеленых палеток кстати на ю тубе обзора не было на эту палетку я делала обзор эксклюзивный на телеграм канале делала макияж там и сам туториал я наверное оставлю ссылку в описании к данному видео не только на телеграм-канал но именно на туториал с макияжем с данной палетки поэтому обязательно посмотрите подпишитесь на телеграм да еще раз вам намекаю то что то вы некоторые намеков не сразу понимаете поэтому я вам намекаю подпишитесь на телеграм ну чё вам жалко что ли посмотрите какую красоту вам показываю ну что ж мы с вами посмотрели и на рассыпчатые пигменты и на палетке конечно не все мне бы хотелось показать вам больше но давайте еще с вами обратим внимание на жидкие тени которые имеют и зеленые оттенки люкс визаж металл хайп в оттенке 15 белор дизайн color drops в оттенке восьмом латуаж металл шоу в оттенке 717 еще один латуаж металл шоу только в оттенке 716 как видите у меня его вообще уже мало осталось и russian beauty guru в 0 втором оттенке уральский малахит и так слева направо люкс визаж металл хайп в оттенке 15 далее белор дизайн color drops в оттенке 8 латуаж металл шоу в оттенке 717 к сожалению его мне не удалось очень жирненько посвочить потому что он засох от времени шикарный оттенок дальше латуаж металл шоу в оттенке 716 и russian beauty guru в оттенке 02 уральский малахит потрясающие красивые зеленые жидкие тени чуть чуть поближе на них посмотрим уральский малахит просто посмотрите как искрится шикарно латуаж металл шоу переливается другой более насыщенный зеленый серебристый оливковый оттенок белор дизайн и люкс визаж металл хайп такой более стандартный оливковый оттенок все они красивые все они мне нравятся в плане качества по моему все эти оттенки я когда-то в разных обзорах показывала ну что ж полюбовавшись на палетки рассыпчатые пигменты и жидкие тени пора полюбоваться и на лаки вы знаете выбирать среди огромного количества прекраснейших зеленых лаков оказалось целым мучением и в конце концов я уже просто выбрала какие-нибудь ведь они же все красивые какая разница два прекрасных зеленых красавчика от мотыльков ёши и аугаэру это два шиммерных лака один из них поплотнее это аугаэру другой чуть более прозрачный это ёши ну и естественно у них есть отличия в оттенках посмотрите на типсы это у нас аугаэру а это у нас ёши оба красивые шиммерные естественно на ногтях эти лаки раскрываются во всей красе и более прекрасно типса приглушает их также их красоту приглушает и камера еще одни потрясающие мотыльки это фан горн и magic of green айс причем magic of green айс который вот этот он прям очень выдает много разных оттенков и синий изумрудный голубоватый даже какой-то фиолетовый эти два лака просто красавчики фан горн он горит нереальным каким-то оранжево-красным ярким шиммером у него также есть мелкие крапушки а magic of green айс это лак с огромным количеством слюды он просто мне кажется весь состоит из слюды если посмотреть на типсы то magic of green айс просто весь какой-то слюдиной он выглядит очень темным но на самом деле круто переливается зеленым сине фиолетовым изумрудным очень крутые лаки кстати фан горном вот он я уже красила ногти и была в нереальном диком восторге в telegram показывала свой маникюр кстати в telegram постоянно напоминаю делюсь маникюром а вот magic of green айс еще ждет покраса и как-то на камеру он выглядит не таким красивым как на самом деле в жизни он какой-то тут очень темный в жизни это просто какой-то магический изумруд дальше красавчики от села наст это анастасия и гринч анастасия это нереально крутой голографик и гринч который является одним из самых моих любимых лаков конечно список моих любимых лаков весьма велик но гринч явно туда входит также как и лак анастасия анастасия это просто потрясающий голографик это лак по которому хочется плакать потому что увы такой голографии больше нет хозяйка бренда неоднократно заявляла что поставщик пигментов отказывается отправлять их в россию поэтому можно лишь купить такие лаки в селе довольно большая широкая линейка солонаста с такими голографиками но к сожалению их снова не произвести только докрашивать то что имеется покупать в селе гринч потрясающий лак с очень ярким шиммером податливой текстурой я его уже красила анастасии еще нет она ждет когда окажется на моих ноготочках полюбуемся на этих красотолик на типсах конечно анастасия нереальная голография почему камера все время это съедает все эту голографию все эти переливы кто злостная камера я обожаю голографики от села нас у меня их много но хотелось бы больше дальше полюбуемся на отражайки отражайка киев от мотыльков и скейл лакер diamonds on forever у них имеется светоотражающий серебряный глиттер но все они так или иначе имеют зеленый оттенок бриллиантики я уже красила а киев ждет своего часа давайте немножечко посвечу фонариком на эти лаки потому что так камера вообще отказывается воспринимать отражайку мне кажется телефон в большей степени любит отражайку чем моя камера от canon а вот на типсах бриллиантики и киф кстати киф это магнитный лак причем я сделал типсу как с магнитом так и без но типса с магнитом куда-то неожиданно в нужный момент пропала как это всегда и бывает но в принципе киф магнитится неплохо конечно это не самый податливый магнит но тем не менее полоску либо какой-то градиент создать и ну а бриллиантики просто шикарный лак со слюдой светоотражаечка со слюдой теперь посмотрим на лаки набио от им наут и 13 этаж 13 этаж очень классный голографик причем голография здесь знаете как сотня маленьких иголочек но тем не менее она отличается от голографии селленост которая чуть более крупная и чуть более яркая и искристая вот так вблизи выглядят эти лаки в этом наут это лак с большим количеством слюды очень красивый здесь яркая такая слюда как горящие осенние листья 13 этаж также не так прост потому что он выдает не только зеленый оттенок но и также шифтит в какие-то синелетовые цвета а вот они на типсах кстати ни один из этих лаков я еще не красила вы представляете настолько они красивые но никак да кстати от им наут я как-то предлагала на голосование в telegram канале но никто не проголосовал за то что я накрасил да кто не знает telegram я провожу периодические голосования какой лак накрасить правда в последнее время что-то я этого не делала как-то подзабыла про голосование но я обязательно исправлюсь и предложу вам проголосовать за какой-нибудь лачок на покрас в самом начале видео я вам уже показала некоторые лаки от massura сейчас я вам показываю еще лак бор-бора узор листика и сибирь бора-бора и сибирь это магнитные лаки а узор листика это железо с людой причем узор листика это один из самых любимых моих лаков именно у бренда massura у него потрясающий зеленый оттенок прям оттенок слизерина лак сибирь также очень красивый он шикарно раскрывается на черной подложке но его я еще не красила но я видела как он круто выглядит на темной подложке и магнитный лак бора-бора с потрясающе красивой следой его я тоже красила и показывала вам в telegram канале и так бора-бора узор листика и сибирь потрясающе красивые лаки от massura massura вообще в последнее время радует massura обзавелась новым брендом доода кажется он называется в планах также у меня что-то приобрести от этого нового бренда который уже прям в сторону инди куда-то идет там потрясающе красивые магнитные лаки есть возможно в ближайшее время в telegram канале увидите какие-то новиночки что-то приобрету но пока любуемся на стариночки от этого бренда два очень красивых лака от скей лакер драко и black friday он был по моему подарочным лаком я уже не помню на черную пятницу или нет или какой-то коллекции сложно вспомнить но в любом случае он красивый все эти лаки таких насыщенных зеленых оттенков лак black friday он более темный уходит более темный изумруд а драко чуть более светлый также у них отличается слюда у драко серебристая такая слюда металлизированная а в black friday то ли мультихромная слюда то ли слюда разных оттенков сейчас я уже не буду вглядываться своим плохим зрением но все эти лаки шикарно смотрятся лак драка я уже красила и он выглядит на ногтях намного эффект не это вообще фишка скей лакер потому что всегда на ногтях лаки выглядят в три в четыре раза круче чем во флаконе хотя во флаконе они просто потрясающе давайте полюбуемся на типсах конечно сейчас при таком интимном освещении релаксационной обстановке выглядят они какими-то черными не знаю удастся ли это подправить на монтаже чтобы показать истинный цвет этих лаков но мне кажется я уже показывала эти лаки в каких-то именно лаковых видео поэтому обязательно поищите во вкладочке видео именно лаковые видосики лаки с крапушками colorflex попугайчик из key lacquer in the shadows очень классные лаки попугайчика я уже красила in the shadows ждет своего часа это два довольно ярких лака попугайчик прям просто какой-то салатово-желтоватый не он в нем есть посмотрите такой розовато-оранжевый шиммер также крапушки он в шину тоже есть шиммер но к сожалению вы его совершенно не увидите на камеру он отказывается показываться но это оба классных лака яркие сочные ну какой больше нравится попугайчик или in the shadows пишите в комментариях вот эти красавчики на типсах посмотрите как горит шиммер в попугайчики кстати этот лак из серии птичек очень податлив приятный по текстуре просто красит сам себя и в принципе вся коллекция птичек просто потрясающе у меня большое количество птичек во флакончиках я по-моему вам всех их показывала если не здесь на ю тубе то пожалуй в телеграме точно ну что ж дорогие друзья вот наше релаксационное зеленое видео подходит концу надеюсь оно принесло вам море расслабления если вы не впали в дзен то хотя бы немножечко отвлеклись от бытовых проблем напишите обязательно в комментариях хотите ли вы еще какую-то релаксационную подборочку если хотите то какую именно предложите свой вариант не забывайте подписываться на канал ставить лайки ссылочки я оставлю в описании что я приобретала на яндекс маркете на вот эту вот релаксационную штучку которая и увлажнитель и арома диффузор и просто красивая интересная вещь также на лаке от масура если вам нечего сказать обязательно поставьте мне сердежка в комментарии и до новых встреч пока пока